Дорогие друзья, перед вами вновь Татьяна Аренсборд. Приглашаю на свои 18 каналов. Выберите ту тематику, которая понравится вам. Но приглашаю вас в первую очередь на первый канал, где изучаю тексты Библии и Корана, поскольку это необходимо каждому из вас. Вы хотите перейти на новый уровень бытия, а значит должны знать о планах Бога. И как знать о том, что он задумал, если вы не изучаете богодуховенные тексты. Что такое мир? Мир это единая божественная программа. И частично эта единая божественная программа обозначена в текстах пророчеств, то есть в богодуховенных текстах. В текстах Ветхого Завета, Нового Завета и в текстах Корана. И если вы не желаете знать, что замыслил создатель, то в принципе не можете ожидать и прекрасного будущего. Потому что с Богом нужно идти в ногу и жить с ним в унисон, а не так, как живем мы. Сейчас я вам зачитаю две цитаты, которые доказывают, что пророчества, которые даны в богодуховенных текстах, они даны наперед. Если наперед, значит все запрограммировано. Все есть программа Бога. Итак, что нам говорит Иисус Христос в первую очередь? Заметьте, он посредник между Богом и людьми. Святое благовествование от Матвея, 24 глава. Смотрите, я предсказал вам наперед. То есть он знал то, что произойдет в будущем, потому что он был пророком. Все то, что говорили пророки, это была информация от Бога. Читаем Исайю, глава 42, стих 9. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое возвещу прежде, нежели оно произойдет. И обратите внимание на главу. Глава 42. Переверните. Возможно, сейчас реализуется Божественная программа. То есть идет передача информации через определенного человека, который вам рассказывает о будущем. То есть тот утешитель, который обозначен в текстах, он уже работает на сегодняшний момент. Сура железа, 22 аят. Любое несчастье, которое происходит на земле и с вашими семьями, записано в Писании еще до того, как мы сотворили его. То есть Бог утверждается через тексты, объясняя людям, что «Дорогие мои, если я не сделаю, не сделает никто». Давайте я вам напомню еще Псалом Давида, где говорится о том, что без Бога не происходят никакие события. Псалом 126, стих 1. Песня восхождения Соломона. «Если Господь не сожиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Вы начали спорить по поводу слова «сожиждет». Я вам говорю, это слово «сохранит». И для того, чтобы вы убедились в этом, я зачитаю еще две цитаты. 27 Псалом, 5 стих. «За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит и не сожиждет их». То есть не сохранит их. И Псалом 101, 17 стих. «Ибо сожиждет Господь и Он и явится во славе своей». «Сохранит Господь и Он и явится во славе своей». Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы начали открывать книги и изучать их. для этого вам даны проповедники. Для тех, кто не может изучать самостоятельно. И еще прошу об одном. Не ходите к тем людям, которые далеки от Бога духовенных текстов. Я очень часто встречаю подобных людей. У них достаточно хорошая аудитория. Забывайте об эзотерике, о всевозможных нововведениях. Нужно на все эти явления, на всю эту природу смотреть только через призму Бога духовенных текстов. Других вариантов у вас не будет. Ибо все есть программа Бога. Если вы ждете посланника от Бога, то этот посланник будет говорить словами Божьими в первую очередь. Словами пророков. Точно так же, как говорил Месси Иисус Христос. Иисус приходил с учением Отца. И Он говорит, Мое учение не мое, но пославшего Меня. Человек, который придет после Иисуса, возьмет от Него и нам даст. И Иисус предупреждает, от Меня возьмет. И кто не приходит к вам и не приносит этого учения, то в дом не пускайте и не чествуйте. И Бог настроит его на всякую истину. И человек будет говорить не от себя, а то, что услышит. И на основании пророчеств будущее возвестит вам. На этом все. Всего вам доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok